Путин вообще закрытый тип. Он даже с детьми, наверное, общается через референдум. Через референдум. У него столько детей, целый отряд, понимаете? Судя по всему, там трое женщин приписывают чуть ли не восемь детей. Я не знаю, конечно, поди посчитай. Но я бы сказал все равно, он был вхож в разные кабинеты Медведчук, и кабинеты ФСБ, и кабинеты правительства России, да и украинские кабинеты. Поэтому я думаю, что далеко не все записи, во-первых, обнародованы. И все, что мы слышали с его этим хихи, по денежкам и так далее, это не все далеко. Я думаю, есть много еще чего такого, что есть, конечно, у спецслужб Украины, да и у российской спецслужбы, и у Путина что-то есть. И у самого Медведчука что-то есть, что мы еще не знаем. Но вы правы в чем? В том, что, возможно, для Путина он и не представляет уже такой ценности. Возможно. Вы, как адвокат, как адвокат, тут интересно завершивши тему Медведчука. Как адвокат, вы знаете, мабуть, как происходят эти угоды с следствием. Выглядит так, что Медведчук пішел на какую-то такую угоду и он начинал рассказать. Но он, на вашу думку, он рассказал, что он действительно готовит выкладывать все? Тобто, он боится, что его выдадут Россией, например, або ему нема куда уже деваться? Он готов и рассказать все. Чи он грает свою игру? Что вы видите с тем, что мы уже публично смогли, оприлюднили нам? Нет, ну, конечно, если лицо дает показания, обвиняемый дает показания, то можно не исключать, что это результат сделки. Какой параметр этой сделки, мы не знаем, потому что ему могут смягчить обвинения и, в конечном итоге, приговор. Если его действительно не обвиняют, и он мог пойти на только часть сделки. Например, в отношении Порошенко, рассказав какую-то информацию. Я этого не исключаю. А в отношении других вопросов он мог бы молчать.